Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. Август, в Москве уже несколько дней стоит 30 градусная жара, сезон поспевания тыквы и различных других вкусных овощей. Поэтому сегодня, проходя мимо нашего шоурума, я решил заснять для вас подборку ножей с оранжевым цветом накладок. Поехали! Долго останавливаться на каждом ножичке не будем, просто расскажу самые важные характеристики этих ножей. Ну и вы, соответственно, потом в комментариях напишите, какой вам понравился больше всего. Давайте начнем с одного единственного ножа с алюминиевыми накладками, это Nima Knives. Что он из себя представляет? Это довольно крупный складной нож с клинком в 100 мм на стали D2 с заявленной твердостью 60 единиц ровно. Высокими прямыми спусками, лайнер-локом для того, чтобы его закрывать, и отверстием в клинке для того, чтобы его открывать, и флипером одновременно. То есть у нас есть три, получается, самых важных элемента открытия. За флипер с помощью насечки на нем открывается очень хорошо, за отверстие с помощью большого пальца, ну или же, как еще многие называют, спайди-фликом. Весит нож при таких достаточно крупных габаритах немного. У него еще и стальные лайнеры есть, которые внутри облегчены, благодаря тому, что есть сквозные фрезерованные отверстия непосредственно в рукоятке. Клипсы у ножа проволочные, смотрятся на кармане достаточно стильно и хорошо. Ну и, в принципе, все. Очень неплохой ножичек, особенно если учитывать, что он стоит, по-моему, до 5 или даже до 4 тысяч рублей. От больших к маленьким расскажу про вот такой небольшой реал-стилчик, у которого тоже оранжевый цвет накладок, и он тут прям, сказать так, морковный. Свежую морковку, когда собираете, вот примерно такая она в разрезе. Здесь у нас стальной фреймлок, нет подшипников в осевом узле, это все дело работает на перфорированных шайбах. Для открытия используется односторонний шпенек из G10, кстати говоря. Старь клинка Sandvik 14C28N, очень такая неплохая нержавейка с мелким зерном, которое правится нормально и заточку держит достаточно неплохо для такого класса нержавейки. В принципе, довольно-таки приятный ножичек, который вот таким вот, например, образом в моей руке сидит вообще как влитой, учитывая его небольшие габариты. У него есть насечка на обухе, конструкция у него собрана на двух винтах, причем сквозных. Это фишка дизайна Полтергейста, ну и клипса не переставляется на левую сторону, и при этом она достаточно жесткая. Но тоже неплохой вариантик, вот с оранжевым цветом накладок. Положим его накладочкой вверх. Firebird FH92-2. Тоже рыженький цвет накладок, тоже сталь D2 с заявленной твердостью 59,61 единица по шкале Rockwell. Очень неплохим клиночком, в очень рабочих таких формах. Это клинок в форме лепестка. У него есть небольшое фальш-лезвие, хорошая насечка на обухе, хорошая насечка на полукруглом флиппере, который позволяет нож открывать из любого положения. Также проволочная клипса и накладки из оранжевого G10 с небольшим долом. Клевый ножичек, который за свою цену, опять же, позволяет использовать нож, так как он на всю катушку. Потому что тут и D2 хорошо достаточно режет, и подшипники в осевом узле обеспечивают хорошую механику. Тут и клипса еще проволочная, которая встречается не так теперь часто на складных ножах. Она еще и переставляется на левую сторону, дорогие друзья. Поэтому, в принципе, тоже достаточно клевенький EDC-шник, который может занять место вообще в любой коллекции. Будь это начинающий ножман, ну или же уже ножман со стажем, которому просто нужен ножик, который будет работать прям постоянно. Также, друзья, минутку вашего времени. У нас есть телеграм-канал, в котором на данный момент проводится розыгрыш двух вот таких вот EDC-платков или же Хэнков. Все, что нужно для участия, просто быть подписанным на наш телеграм-канал. Ссылочка есть в описании и непосредственно перед вами. Всем удачи! Теперь переходим к американцам. Это Benchmade 916, который является членом Black-класса Benchmade и создан специально для того, чтобы его использовали спасатели, пожарные, ну или же полицейские. Что для этого у этого ножа есть? Во-первых, это клинок с черным покрытием, полусилейторной заточкой, у которого еще и полностью отсутствует кончик для того, чтобы случайно кого-нибудь или что-нибудь не проткнуть при спасательных работах. Вместо этого тут есть отвертка. Вот этот самый кончик можно использовать как плоскую шлицевую отвертку. Сталька на клинке N680. Это азотированный вариант стали N690. Если кому интересно, я ссылочку оставлю еще в описании. Вы почитайте про эту сталь поподробнее. Также Axis Lock традиционный для компании Benchmade. Работает все дело на очень хороших цветометаллических шайбах. Лайнера также окрашены в черный цвет. И вот, честно говоря, сочетание черного клинка с оранжевыми накладками, это прям вот один из моих любимых видов сочетания цветового по ножам. Потому что лично вот у меня есть вот такой вот брокенскал ровно с таким же цветовым решением. Ну и в качестве бонуса у этого ножа есть еще и стеклобой, который закален, который действительно царапает стекло. И с другой стороны, то есть ближе к новейшей рукояти, есть стропорез. Создан специально для того, чтобы разрезать штанину при проведении каких-либо операций. Ну или же быстренько отрезать ремень безопасности, если вы заставили в машине. Очень прикольный вариантик от Benchmade. Клипс, кстати говоря, тоже представляется, поэтому левши и правши могут использовать этот нож спокойно. Теперь переходим тоже к ножу с Axis Lock, только вот уже не от компании Benchmade, а от компании SRM. Это снова нож с артикулом 92-11. И следующие у него характеристики. Для открытия используется таблетка, то есть можно спокойно открывать что с правой, что с левой руки. Единственное, что клипса все-таки не переставляется на левую руку. Хотя могли бы сделать и был бы, как и Bench, полностью амбидекстерный ножик. По сталике у ножа используется 8 Chrom 13 Molibden Vanadie. Форма клинка Tanto. При том, при всем, что Tanto такой немножечко персидский, потому что есть прогиб по обуху, есть небольшое фальш-лезвие. И, в принципе, достаточно неплохая механика, учитывая, опять же, стоимость этого ножа. Это, конечно, не Benchmade, который впервые разработал Axis Lock, и поэтому их ножи на Axis прям ходят как часы. Тут чуть-чуть нужно будет самому поразрабатывать, и впоследствии будет все так же, как и у Bench. Клевенький ножичек, при этом очень легкий, отлично подойдет на такой вот летний жаркий период, потому что весит он, по моим ощущениям, меньше 100 грамм. Вы, конечно, сейчас точную информацию видите. Предпоследний ножичек, это прям такая вот тяжеленькая артиллерия, в сравнении с предыдущим особенно. Это Mangust 2 от компании Nox. Большой, достаточно крупный ножичек с профилем клинка Ships Foot. Фальш-лезвием, причем двухреберным. То есть тут есть ребро жесткости вот здесь, который хорошо сидит в руке. Я учитываю, что у него пистолетная рукоять с конкретным таким изгибом. Вот есть наплывчик здесь, для того, чтобы поставить большой палец, он на подшипниках. Для открытия используется половник флипера с насечкой, лайнер-лок также с насечкой. Внутри лайнеры облегчены, цвет накладок оранжевый. Ну и бэкспейсер тоже сделан из оранжевого G10, как и накладки. Единственное, что из всех представленных здесь ножей, это, наверное, самый такой блеклый рыжий, потому что вот он прям сильно выделяется среди других. Клипса не переставляется на левую сторону, но в комплекте, по-моему, идет вот вторая такая, для того, чтобы прикрутить ее с другой стороны, и этот нож мог носить левша. Ну и завершает нашу сегодняшнюю подборку ножик Civi Baclash. Это довольно-таки хороший среднячковый ножичек с вогнутыми спусками на стали 9-хром-18-малибден-ванадий, тоненьким сведением, подпальцевым чойликом для того, чтобы нож держать вот таким образом, и что-нибудь где-нибудь там подковырнуть. Не советую ножа, все-таки кончик очень тонкий. На лайнер-локе с насечкой, естественно, флиппер тоже с насечкой, на обухе тоже есть насечка. Короче говоря, везде, где надо, она есть. Есть также темлячные отверстия, есть клипсы глубокой посадки, которые подполированные. За это я Civi Baclash могу вот и сейчас поругать, потому что не люблю лично полированные клипсы. Но она переставляется на левую сторону. И вы себе в мозге керамические подшипники, а не стальные, например, как у Nox. Такие вот ножи от разных производителей есть у нас в данный момент непосредственно в шоу-руме. Напишите в комментариях, какой из них вам больше всего понравился и почему. А я на этом моменте с вами прощаюсь. Всем удачи, увидимся совсем скоро. Пока!